Ребят, напоминаю вам, что в одном из пабликов проходит конкурс на 2500 гемов. Скоро уже будут результаты, всего будет 3 призовых места. Я вам уже об этом конкурсе говорил, а вы все не участвуете и не участвуете. Заходите обязательно, ссылочку на этот конкурс я оставлю в описании. Участвуйте и побеждайте! Привет всем дорогие друзья! Что ж, мы продолжаем рубрику, где я беру интервью игроков, которые сидят выше 5000 кубков. И сегодня у нас новая колода, как и обещал с мортиры, парень дошел до 5200 кубков. Поздоровайся, он с нами сегодня в скайпе. Всем привет! Так, мы сегодня уже открыли на этом аккаунте сундуки, только у меня, к сожалению, не была включена запись на планшете. Поэтому вы их не увидите, значит мы сразу перейдем к повторам. Также, ребята, у него, он не будет этого отрицать, школьный голос. Я надеюсь, вы не будете там в комментариях не обзываться, не оскорблять человека. Просто поддержите лайком, что парень сидит с мортиры на 5200 кубков. Мы сегодня поговорим про эту колоду, я ему задам пару вопросов, потому что я как бы сам не знаю, как этой декой играть. Мне интересно самому, что он расскажет. И давайте теперь перейдем, собственно, к его атакам. Значит, он играет в основном 90% побед. Хотя нет, тут я вижу поражение ряд целый идет. Но это, наверное, стоит испытание или что? Нет, это... Там я специально сливал несколько боев, чтобы реплеев набить. После турнира мне нужно... А, я понял, понял. В общем, противник ему подбирается в основном с максимальной прокачкой. Видимо, 10-й хок. В общем, здесь, я вам скажу, нелегко играть. Но он меня уверяет, что с мортирой он привык, и ему достаточно просто с ней играть. Давайте, в общем, посмотрим повтор, зададим ему каких-то пару вопросов. Это будет интервью наподобие, как с кот-наркот. В общем, начнем, наверное, с того же вопроса. Плюсы и минусы в этой колоде. Расскажи нам про них. Плюсы колода очень быстрая. Да. Как можно на 2х эликсире просто задалбывать человека, ну, противника мортирой. Постоянно... Вот, единственные минусы, конечно, это... Если есть фаербол, то все прикрытие, и мортира очень страдает. Ну, в общем, кот мне так и рассказывал. Говорю, какие минусы в твоей колоде? Он говорит, это фастдеки против меня. То есть, мортира, хок. Я говорю, а, ну, понятно. То есть, твоя колода считается антиколодой кот... Ну, он так говорит, что она его бесит, когда играет против него с мортирой. В общем, плюсы это то, что быстрая колода. Минусы это то, что с пылы, когда, да, противники вязают, там, ракету, фаербол. Ну, и, понятно, против коргига тяжело. Хорошо. Расскажи нам какой-то, ну, основной аспект, как играть этой колодой. Вот, допустим, у тебя в начале боя там есть мортира. В общем, как ты вообще строишь атаку? Вот ты видишь мортиру, и какие тебе еще нужны карты, чтобы ты, вот, поставил мортиру? Рассказывай, как вообще играть с этой декой? Ну, желательно вообще нужен рыцарь, конечно, потому что это танк, который может всегда впитать урон. Бревно очень неплохо помогает, оно может и оттолкнуть, и всяких мелких юнитов, вроде скелетиков. То есть, в основном ты смотришь запас бревна, там, стрел, да, на случай, если будут орда миньона в армии скелетов. Это да, это понятно. Рыцарь впереди, это 100%. А бывает такое, что ты просто ставишь мортиру, ну, и ничего больше не выбрасываешь? Бывает, когда противник сразу же вначале кидает голема из-за главного здания, или ставит сборщик, и у меня нет ракеты. Ты мортиру ставишь сразу у моста, да? То есть, ты понимаешь, что у него нету эликсира задефать, или как? Ну, да. Хорошо. А для дефа, когда ставишь мортиру, часто? Когда сносишь вышку, или бывает такое, что ты вот дефаешься на своей половине, не атакуешь долгое время? Расскажи, такие ситуации бывают вообще в этой колоде? Да, бывают. Против голема, если у противника особенно ему удается поставить несколько сборщиков, хотя я стараюсь их уничтожать. Но иногда бывает, что против голема нужно именно ставить мортиру на деф. Я понял. Вообще, с какими колодами сложнее всего играть, с какими проще всего? То есть, расскажи, какие сложности могут возникнуть, и против каких колод вообще просто изи прям, вот ты не паришься даже? Изи против лавы. Против лавы, да? То есть, воздушные юниты тебя не пугают вообще? Да, у меня есть ракета против шарика, и... Угу. Шарики когда-нибудь... Я так понимаю, что сложнее всего играть против жирных, да? Роял-гиганта, голема. Ну, я так думаю. Против голема играть, кстати, не сложно. Не сложно, да? А, ну да, в принципе, наоборот-таки, да, говорил мне кот, что это для него, как бы, считается антидека, потому что она быстрая, я не успеваю ничего сделать, и мортиры постоянно пушат. А против каких тогда сложно тебе играть? Вот самое сложное, пожалуй, которое невозможно победить, это связка коргик, молния и печь. Против этого играть очень тяжело. Ну да. А ты эту колоду у кого-то взял или сам составил? Ну, я ее дорабатывал, но изначально вообще заготовки я брал у игрока-школьницы Люся, может, знаешь. Угу. Как давно вообще играешь с мортирой? С мортирой? Ну, давно. Несколько месяцев точно. Ну и когда мортира была актуальна, я и играл. А, то есть ты ее с самого начала игры прокачивал, да, я так понимаю? Да. Так, я вот сейчас смотрю повторы против Пеки, и знаешь, напряжно так идет бой, и я не знаю, как ты вообще дефаешь Пеку, вышибалу, сколько сплэша. У тебя... Ну да, громовержец очень хорошо стопает Пеку, но я вот привык постоянно, у меня есть армия скелетов, варвары, и я так бросаю и не парюсь. А ты скелетиками за один эликсир умудряешься дефать кладбище, умудряешься дефать Пеку, то есть, ну, респект реально. И вот видим, в конце затащил, если бы, я думаю, не хватило бы тебе эликсира, то он бы снес вышку, то есть, зарешало то, что конец боя подошел, и ты его добил ракетой. Это он играл против 13 уровня. Так, ну вы смотрели этот повтор только что, я его никак не комментировал, на фоне задавал вопросы, давайте посмотрим еще какой-то повтор. Ну вот, Хокки, элитные варвары, также очень популярная дека. Я уверен, что большинство зрителей не сидят на таких кубках, поэтому я больше акцентирую на те деки, которые вам подберутся. Но я вижу, что моя аудитория в основном сидит 3-4 тысячи кубков, поэтому будем смотреть против этих колод, как справляться. Так, хорошо, что еще расскажешь про эту колоду? В испытаниях ты с ней играл? Как в испытаниях она работает? Нет, или только в глобальном? В испытаниях я пробовал, но бывает довольно тяжело против голема, конечно, потому что... Ну да, в испытаниях есть как бы... Потому что в испытании потом много времени, ну дополнительного, и на 2х эликсире тебя могут пропушить. Да-да, это насчет этого, да. То есть, а в глобальных сражениях у тебя нету. Понимаете, я у него брал аккаунт, когда он дошел до 5 тысяч кубков, хотя он мне предлагал аккаунт, когда у него было 4 900. Я говорю, ну я уже как бы снимал ролик про 4 900, давай попробуешь на 5 тысяч, то есть у нас была планка 5 тысяч. И он ее сделал на изи, то, что было бы у него 5 200, мы даже, я лично не рассчитывал. Ты думал, что ты дадешь до 5 200 этой колодой? Ну я, конечно, надеялся, но не был уверен. Вот, и он уже 5 200, ребят, с мортирой, блин, молодец, реально. Вот я не могу похвастаться такими трофеями, я даже на 5 тысяч не скоро зайду. Поэтому обязательно ставьте лайк этому ролику, чтобы парня мотивировать. Он как бы планирует на 5 500, но говорит, что не в этом сезоне. Возможно, в следующем войдет или, ну вообще в планах, конечно, преоделить планку, чем выше, тем лучше. Поэтому поддерживайте лайком, мотивируйте парня. И какие еще вот минусы в этой деке ты расскажешь, еще против каких колод сложнее всего играть? Почему у тебя нету сборщика? Потому что я в основном видел мортиры со сборщиком. Сборщик? Ну, честно говоря, я тестил вариант со сборщиком, но здесь как бы все карты нужны, и я так и не нашел ту карту, которую можно выкинуть. То есть тебе все карты здесь взаимосвязаны, да, и против всех колод спокойно дефельса. Ладно, расскажи, как играть вот, допустим, ты против роял гиганта проигрываешь или бывает выигрываешь? Вот ты говоришь, что тебя контрит дека, роял гигант плюс печка. Как ее вообще выиграть, эту колоду? Ну, против роял гиганта вообще стандартно. У мортиры есть радиус, в котором она не бьет посерединке. И если подождать, пока роял гигант попадет именно в этот радиус, то мортира будет лупить не по нему, а по вышке. И таким образом роял гигант, ну, мортира от него впитает урон, и там скелетиками его можно очень неплохо покоцать. Я понял. А против обычного гиганта как ты справляешься? Ну, смотря с чем связка. Если с кладбищем, допустим, то против кладбища, опять-таки, зависит от уровня кладбища. Потому что если кладбище третье или ниже, то тогда мои скелетики двенадцатые справляются. А если кладбище четвертое или пятое, такое тоже бывало, то скелетиков моих убивают за один раз, его скелетики. И тогда там уже приходится докидывать что-то вроде электромага, ну, или бревном. А какие вообще чаще всего деки встречаются вот на пять-двести кубков? Довольно много хогов, быстрых колод. Ну да, это даже можно зайти в топ и даже в этом убедиться. Так, прикольно. Много коргигов. Ну, кстати, я не думал, что здесь будет много тринадцатых, да, в основном? Да. Так, ну давайте посмотрим вот еще два, смотрите, два повтора против коргига. И, кстати, деки почти идентичные. Ну, давайте посмотрим против этой колоды. Так, хорошо. В общем, много здесь хогов, много ролгигов, да? Ага. Так, хорошо. Ну, я, в принципе, все вопросы задал, которые я хотел задать. Ну, все равно на пальцах не рассказать, как этой колоды играть. Я вот смотрю повторы, ты вроде все рассказываешь, вроде все легко. Но когда я брал эту колоду, у меня реально, ну, я не могу. Вот ставят какого-то танка, я ставлю мортиру, да, сразу выбрасывают какого-то жирного юнита, там, ну, гиганта, роял гиганта. И все, мою мортиру уничтожают и сразу проходят к вышке. Вот как ты справляешься с этими ситуациями? Или ты смотришь, следишь за колодой и только выбираешь момент, когда поставить мортиру? Или бывает такое, что ты сразу проверяешь и ставишь мортиру, есть ли у него там какой-то танк или нет? Ну, еще, допустим, если я дома, ну, и именно играю на результат, есть еще такой трюк. Что можно подключить второй аккаунт к фейсбуку и видеть сколько у противника эликсира. А, ну да. И ты этим пользуешься? Иногда да. Я понял. А какие еще, может, какие-то трюки или интересные фишки с этой колодой расскажешь, что ты чаще всего пользуешься? Вот ты, допустим, выходишь, да, против какой-то колоды. И, допустим, ты уверен, что ты здесь победишь и уже знаешь, как играть. Или ты все ситуативно это все делаешь? Просто у меня, я тебе наведу пример, у меня просто есть такие вот деки. Вот когда я играю с големом сейчас в испытаниях, я вот, допустим, уже привык, как играть против Хога, против Пеки. Я вот уже 100% знаю, что я буду делать, где я выброшу молнию, где лучше ее потратить, где нет. Вот у тебя есть такие ситуации, что ты уже прям выучил эту колоду? Или все ситуативно? Ну, бывает, конечно, что... Ну, опять-таки, зависит от противника. Если он раз за разом повторяет какие-то ошибки, например, выбрасывает там какой-нибудь Палача или Спарки из-за главной башни, ну, это к примеру, то, понятно, я буду кидать на крайнюю башню ракету и задевать это. И таким образом наносить урон. Но вот, например, чтобы против Коргига, да, у меня есть отлаженные действия, как нужно играть. И иногда очень... Вот недавно мне попалась связка, я вообще не знала, как против нее играть. Это была связка Коргиг, Тримушкетера и Рейдж. Ну, с фулл прокачкой. А как вообще противники здесь сложные или бывают нубы прям конкретно? Ну, такой банальный вопрос, но все равно все-таки мне интересно. Просто я на 4000 встречаю иногда таких, ну, я не понимаю даже, как они добрались до 4000. То есть, такую дичь творят, что на голову не налазит. То есть, встречаются такие противники, что просто выбрасывают все подряд, только прокачка и все, а мозгов нету вообще. Да, иногда бывают надоначенные ребята, которые... Они... Я тоже иногда не понимаю. Я иногда даже надеюсь, что мне попадется, допустим, там, с фулл прокачкой, но рак чем-то. А 12-й, но который очень неплохо играет. Я понял. Ну, в основном ты встречаешь здесь фулловую прокачку комонки, потому что я вижу 13-й комонки, это не удивление. Да причем я у себя их на 4000 встречаю. То на 5000 кубков, я думаю, это вообще прям милое дело 13-й комонки. Я на уровень карты вообще стараюсь внимания не обращать. Ну и правильно, да, это, кстати, не важно, тем более у тебя прокачка сама приближена к фуллу, тут главное решать скилл, решать скилл. Ну да. Так, ну и, в принципе, понятно, в начале боя ты наносишь в основном мортира и урон, а в конце стараешься мортирой дефить и добивать ракеты. Ну вот сейчас я смотрю против роял гиганта, ты мортиру используешь в основном для дефа уже какой раз. И ракеты пытаешься ты... Иногда ракету бывает, что пытаешься делать какую-то взаимовыгоду, чтобы попасть и по юнитам, и по вышке. Или постоянно вот можешь, накопилось с эликсирой, и ты бросаешь ракету на вышку. Опять-таки, нужно смотреть по ситуации. Если у противника атака такая, что ты дефаешься с меньшими затратами по эликсиру постоянно, то можно, в принципе, и просто кидать ракету. Ну, конечно, надо стараться что-то, каких-то юнитов цеплять, чтобы не уходить слишком большой минус, иначе тебя смогут просто продавить. Понял, я понял. Ну что ж, мы посмотрели все повторы... Ну, не все повторы, мы три повтора посмотрели, я парочку вопросов позадавал. Вот, и давайте подведем какой-то итог. Значит, плюсы-минусы мы услышали в этой колоде, плюс это то, что, ну, прям реально дека дешевая, 3-3 эликсира. Минусы это то, что, ну, антиколод, как ты считаешь, много этой деки или нет? В принципе, все зависит от того, к чему, против чего ты привык играть. То есть, поначалу, когда я начинал против хоргиков, мне было очень тяжело, а сейчас, например, мне намного легче. Я понял. Какую ты оценку поставишь этой колоде из пяти? Мне кажется, четверка. Четверка. А уровень сложности игры, вот сможет с ней, вот кто-то взять эту деку и вот, ну, просто с риал-гигантами, элитными варами, очень знаешь, здесь не надо основно учиться. Просто взял эти карты и пошел пушить. С этой колодой, как ты считаешь, сможет сыграть любой или нужно реально привыкать и понимать эту колоду? Я думаю, что нужно привыкать, нужен все-таки опыт, чтобы знать, когда стоит кинуть ракету. Ну, это надо, может быть, даже иногда где-то чувствовать. Какой уровень сложности игры с этой колодой? Средний, легкий или сложный? Пожалуй, средний. Средний, да? Вот. Ну, в общем, я, ребят, надеюсь, задал вопросы те, которые интересуют меня и интересны будут вам. Пишите в комментариях, какие вообще следующие вопросы задавать другим, потому что я думаю, что мы вернемся еще к этому аккаунту. Парень толковый, играет классно и интересно его было послушать. Я надеюсь, не только мне, а и вам. Вы оцените это видео лайком. Буду на этом с вами прощаться. Надеюсь, что мы когда-нибудь увидимся на этом аккаунте на 5500. Возможно, еще какие-то он и испытания проходит. В общем, я думаю, мы еще вернемся. Парень классно играет и есть что рассказать. Буду на этом прощаться, ребят. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч и всем, ребят, пока.